В Самаре на следующей неделе проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. 6 ноября планируют замену участка водопроводной линии на проспекте Кирова рядом с улицей Ветлянской. 7 ноября будут подключать систему водоснабжения бассейна на улице Старозагора. В областной столице пожарные спасли из горящей квартиры женщину, потерявшую сознание. Пенсионерка упала в обморок во время приготовления ужина. Спасатели были вынуждены проникнуть в квартиру, откуда шел дым, на плите горела еда. Огонь ликвидировали, пострадавшую госпитализировали. В этом году самарцы планируют потратить на покупки в Черную пятницу на 17% больше, чем в прошлом году. При этом только 10% респондентов считают, что скидки в этот день – честное снижение цен. Большинство опрошенных уверены, что это скорее обман. В Самаре покажут музыкально-поэтический спектакль «Сестры». Премьера состоится 5 ноября в Доме офицеров. Начало 18.30, продолжительность 1 час 20 минут. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 2 ноября отмечается Дмитриевская родительская суббота – день особого поминовения усопших. Праздник установил князь Дмитрий Донской из благословения Сергея Радонежского в память о победе над Ордынским войском Мамая на Куликовом поле. В Самаре в храме Воскресения Христова в 16.00 начнется служба. В Самарской области в расписании пригородных поездов произойдут изменения. Это связано с празднованием Дня народного единства. Пассажирам стоит ознакомиться с новым графиком. С 1 января 2025 года в России начнет действовать комплекс мер для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В Самаре в связи с этим открылся Центр пробации, который рассчитан на 50 человек. Люди смогут находиться в нем до года, они получат помощь в вопросах трудоустройства, поиска жилья и медобслуживания. Продолжение следует...